Четвертая книга Маковейская, глава первая. Намереваясь предложить любомудреннейшее слово, господствует ли над страстями благочестивая рассудительность, я искренно советовал бы вам усердно внять сему любомудрию, ибо сие слово вполне нужно для знания, и, кроме того, содержит похвалу такой величайшей добродетели, какова мудрость. Итак, оная рассудительность сдерживает ли страсти, кои препятствуют воздержанию, как то чревоугодие и похотливость? И овладевает ли страстями, воспрещающими справедливость, например, злонравием и страстями, кои запинают мужество гневом и огорчением и страхом? Но почему она, быть может, возразят некоторые, не может совладеть с забывчивостью и неведением, если господствует над страстями? Такое возражение пригодно лишь для смеха, ибо оная рассудительность сдерживает не свои страсти, но те, которые противодействуют справедливости, мужеству, воздержанию и благоразумию. Да и их сдерживает не для того, чтобы уничтожить их, а для того, чтобы не поддаться им. Оттуда и отсюда я доказал бы вам, что оная рассудительность самодержавствует над страстями. Но гораздо лучше я докажу это доблестью умерших за добродетель Елеазара и семи братьев и матери их, ибо все они даже до смерти презрев мучения за законы Бога, и самую жизнь презрев ради благочестия доказали, что оная рассудительность сдерживает страсть. Добродетели вызовут меня хвалить этих мужей, в настоящее время умерших вместе с матерью за благочестие, а уважение заставит меня ублажить их. Обыкновенно я делаю отвечать на он и вопрос, а потом и буду говорить о сих мужах, дав славу всепремудрому Богу. Итак, спрашиваем, сдерживаются ли страсти рассудительностью? И рассматриваем, что такое рассудительность и что страсть, и сколько видов страстей, и все ли они сдерживаются рассудительностью? Рассудительность есть ум, по правой причине всему предпочитающий житие, направляемое мудростью. Мудрость же есть знание божеских и человеческих предметов и причин их. Она же есть изучение закона, посредством которого изучение мы божественное узнаем благоговейно, а человеческое охотно. А вида в мудрости четыре – благоразумие, справедливость, мужество и воздержание. Высшее всех их благоразумие, посредством которого рассудительность сдерживает страсти. У страстей же суть два свойства общие – наслаждение и огорчение. И то, и другое бывает у тела и у души. Притом много существует страстных спутниц наслаждения и огорчения. Так, пред наслаждением бывает пожелание, а после наслаждения – веселье. Пред огорчением же – страх, а после огорчения – печаль. Страсть же общая наслаждению и огорчению. Есть раздражительность, когда кто обдумает, что ему выпало. Также к наслаждению примешивается и злокачественное расположение души. Страсть из всех страстей разнообразнейшая. В душе гордость и сребролюбие и славолюбие, и сварливость, и недоверчивость, и злоречие. В теле пир на весь мир, обжорство и еда в одиночку. А так как наслаждение и огорчение – суть вырастания тела и души, то и отростков сих вырастаний много. Но каждый из них то почищает, то отседает, то сочетовает, то орошает и всячески обрабатывает всевозделывающая рассудительность. И так улучшает нравы и страсти. Ибо рассудительность – добродетелям вождь, а страстям – самодержец. И так суди сперва по делам, воспрещающим воздержание, что рассудительность господствует над страстями. В воздержании есть преобладание над пожеланиями. А из пожеланий – одни суть душевные, а другие – телесные. Но те и другие сдерживают рассудительность. Ибо почему мы, порываясь к запрещенным снедям, воспрещаем себе наслаждение ими? Не потому ли, что рассудительность сильна – одолеть позовы к ним? Поэтому, я думаю, так мы, желая рыб и птиц, и четвероногих, и всяких снедей, запрещенных нам по закону, воздерживаемся от них при помощи сдерживающей рассудительности. Ибо страстные позовы умеряются изгоняющим их трезвенным умом, а все движения тела обуздываются рассудительностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!